Дорогие слушатели, дорогие участники, всех поздравляю с наступающим праздником Победы. Собственно, наше сегодняшнее мероприятие и тематически, и хронологически связано, естественно, с завтрашней большой и важной датой в истории нашей страны, с медиастинителями Победы в Великой Отечественной войне. Ну а начать мы решили с небольшого, все-таки действительно предпраздничный сегодня вечер, с небольшого художественного, что ли, фрагмента, которым я сам тоже приложил руку и поучаствовал, стихотворение Константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ». А потом перейдем, собственно, к повестке дня. Внимание на экран. Горят города по пути этих полчищ, разрушены села, потоптано рожь, и всюду поспешно и жадно по волчьи творят эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди, никто не поверит, при встрече с одетым в мундира зверем, они едят не как люди, как звери, глотают парную свинину сырью. У них и повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке таскать, насиловать мать на глазах у детей, закапывать жителей мирных живыми за то, что обличьем с тобой ни одно. Нет, врете, чужое присвоили ими, людьми вас никто не считает давно. Вы чтите войну, и на поприще этом такими вас знаем, какие вы есть. Пристреливать раненых, сжечь лазареты, до школы бомбить ваших воинов в честь. Узнали мы вас за короткие сроки и поняли, что вас на битву ведет, холодных, довольных, тупых и жестоких, но смирных и жалких, как время придет. И ты, что стоишь без ремня предо мною, ладонью себя ударяющей в грудь, сующей мне карточку сына с женою, ты думаешь, я тебе верю? Ничуть. Мне видится женщин с ребятами лица, когда вы стреляли на площади в них, их кровь на оборванных наспех петлицах, на потных, холодных ладонях твоих. Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, свободу и честь, покуда ты с ними, ты враг. И да здравствует кара и месть. Ты серый от пепла сожженных селений, над жизнью навесивший тень своих крыл. Ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас, ярость ты в нас пробудил. Мы будем вас бить все сильней час от часа, штыком и снарядом, ножом и дубьем. Мы будем вас бить, глушить вас фугасом. Мы рот вам советской землею забьем. И пусть до последнего часа расплаты дня торжества, недалекого дня мне не дожить, как и многим ребятам, которые были не хуже меня, я долг свой всегда по-солдатски приемлю. И если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть за родимую землю, и выбрать нельзя. Так, ну а теперь, собственно, перейдем непосредственно к нашей презентации. Сегодня мы представляем серию книг под названием «Страница Великой Победы». А наш вебинар, так скажем, условно, онлайн-презентации, как хотите, называйте, называемая его «Книгой эпопеи Великой Отечественной». Ну, представьте себе, в этой серии, которую в основном мы подготовили за последние буквально три месяца, аж шесть книг. Вот. О каждой из них мы несколько слов скажем, и я в том числе. Но сначала я представлю тех, кто сегодня будет участвовать, куда-то делся один из наших участников. Представлю тех, кто в настоящий момент на связи. Это историк Уполитов Георгий Михайлович и его коллега, тоже из Самары, они оба из Самары, Репенецкий и Александр Иванович. Они расскажут о своих книгах, которые во многом будут сегодня быть таким, наряду с стихотворением Константина Симонова, Камертоном нашего разговора. Хотя Камертон его задали не только мы, но и, так сказать, обстоятельства совершенно внешнего порядка. Как вы знаете, к сожалению, в этом году Пассе обвинила СССР наряду с фашистской Германией в разведывании Второй мировой войны. А сейчас началась новая серия этого абсурда, когда Соединенные Штаты, Министерство обороны считают, что СССР атаковал наряду с фашистской Германией Польши. В этом чуть ниже, а сейчас непосредственно о книгах, которые мы презентуем. Хотя, конечно, неудобно начинать со своей, но так уж получилось, так сделали наши коллеги, которые готовили наше мероприятие. В этой серии есть и мой скромный вклад. Это книжка «Великая Отечественная война. Месяц за месяц». Научно-побулярное издание. То есть это издание для широкого круга читателей, для тех, кто и хорошо подготовлен в историческом, так сказать, плане, и для кого по тем или иным причинам многие ее страницы остаются неизвестными до сих пор. Пока ничего нету. Пока она красная. Алло. Само еще, отключитесь, пожалуйста. Да. Прошу прощения, продолжаю. Итак, моя книга рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Ну, я в ней, соответственно, рассказываю. Не в хронологическом порядке, а по месяцам. То есть выделяю в каждом из них, там, не знаю, в декабре, в июне, в июле, какие-то важные характерные черты. Вот июль, на июль месяц, например, падало каждый раз какие-то важные идеологические акции. Будь то знаменитое выступление Сталина 3 июля. Будь то приказ действовать силу «Ни шагу назад». Будь то проведение пленных фашистов по улицам Москвы. То есть, парадоксальным образом, если посмотреть на каждый месяц, можно будет увидеть общие черты и в начале, и в конце войны. Ну, еще отмечу, это важно, что иллюстрирована моя книга. Большое за это спасибо Российскому инфляционному агентству «Армия России». Составляют ее в основном статьи мои, которые выходили в интернет-издании «Свободная пресса». А вот следующая книга, и, пожалуйста, прошу подключиться, и Политова Георгия Михайловича, и Липинецкая самовальщина. Потому что они уделили основное внимание тому, о чем мы, в том числе, будем сегодня тоже говорить. Это разного рода инсинуации. Который, к сожалению, сопровождает уже которая юбилейную дату Великой Отечественной войны. Пожалуйста, Георгий Михайлович. Я думаю, уже название книги говорит само за себя. Как это не печально сказать, но сегодня пожиратели исторической памяти, приглашенные на бал Луцифера, объяснуются по полной программе. И объяснование это страшно. Далеко не будущая цель. Провокационное навязание нашей великой державе, ответственность за Вторую мировую войну. А отсюда территориальные, финансовые и прочие претензии. Именно поэтому мы с Александром Ивановичем и Юлией Соломоновой Кенецкой написали эту книгу. Мы постарались раскрыть фальсификации не того далекого времени холодной войны. И особенно так называемых представителей либеральной школы. Почему тех и других? Да потому что современные доморощенные в кавычках света чи свобода, это верные адепты своих зарубежных предшественников и учителей. Мы ведем на соцаранистные книги исключительно жесткую, если хотите жестокую, полемику с теми, кто пытается опошлить великий подвиг великого народа. Да и вот я уже достойный. Это академический лозунг, когда приходится срывать покрывало клеветы и свращений, справа истории с тех, кто, например, мерзко лжет, что генерал Харбышев, принявший мученичку смерть в концлагере от рук монстров, в человеческом отличии, якобы ничего героического не совершил. Не стоит соблюдать политкорректность, или как там еще это называется у них у света свободы, когда выдвигается требование либеритации генерал-предателя Ласова. Даже докторские диссертации защищаются. Неудачно, правда, слава Богу. В таких случаях мы не стеснялись в уничижительных эпитетах и метафорах. Но авторские эмоции не затуманили ни логики, ни историческое содержание контраргументов против тех, в ком совесть нечиста. Если, конечно, у них осталось. Наш труд рассчитан на широкую читательскую аудиторию. При этом необходимо подчеркнуть, что преподавателям и студентам высших учебных заведений оно может пригодиться в качестве учебной пособия. И самое главное, мы посвятили этот труд светлой и вечной памяти тех, кто спас не только нашу отчизну, но и весь мир остальной от коричневой суммы насиданной фашизмой. Благодаря тем, которым мы сегодня живем. Александр, вас не слышно? Техники, Александра не слышно? Александр Иванович, вы скажете, добавьте пару слов. Александр Иванович, вы скажете, добавьте пару слов. Репенецкий Александрович, вы слышите нас? Репенецкий Александрович, вы слышите нас? Ну, тогда, соответственно, я перешел уже к следующей книге в этой серии. Валентина Александровича Сахарова. Он тоже уделил внимание инсинуациям. Но инсинуация, наверное, главная. И сегодня вообще о ней много идет, много разговоров в связи с выступлением президента России, Ивановича Путина. Ну, собственно, мы с ней и начали. С якобы вины Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Конечно, это полный чушь и бред. Здесь нельзя не согласиться с президентом. Целую книгу подготовил Валентина Александрович, чтобы этот бред был очевиден, хотя он и так очевиден. Интересный разворот. Он как раз считает, что англо-американские демократии фактически пытаются и пытались даже тогда свалить действительно с больной головой на здоровье. Они вынашивали свои далеко идущие планы. Был план Гитлера. Понятно, что он был захватническим. Уничтожить Советский Союз, раздавить другие страны. Но был свой план и у США. Он его называет план Рузвелька. Столкнуть лбами Советский Союз и нацистскую Германию и полностью обескровить тех и других. Отчасти этот план удалось им реализовать, если таковой был. Но только лишь отчасти. Мужество и героизм советских воинов, которым мы посвятили своей книге, я тоже посвятил тем, кто отдал своей жизни первые месяцы, чтобы остановить врага любой ценой. И план Рузвельта тоже не реализован был. А начинается наша первая книга, которая вышла в серии, о которой мы говорим, это «Передовая красной звезды». Это сборник передовиц, то есть главных статей в каждом номере практически. Но вопреки широко исправил мнению, что там только «здравец» или какие-то общие слова, они наполнены глубоким очень смыслом. Они передавали атмосферу, которая тогда царела на фронте и в тылу. Вначале шапки-закидательские настроения, потом они сменились все более тревожными, если не сказать, на грани панических. Но довольно быстро пришли, как и все общество в целом, так и сотрудники «Красной звезды» в чувство, и остановилось больше и больше уверенности в конечной победе. Ну, а потом уже этот дух победы, он ощущался буквально в каждой строчке. Вот это все, эта атмосфера войны, так как она развивалась, легко почувствуют в этих статьях. Ну, а для журналистов и так далее, это прекрасный пример того, как надо писать статьи. Собирал это все мой хороший знакомый Олег Гарьевич Рубис, руководитель интернет-проекта «Милитера». Большое ему за это спасибо. Своим, к сожалению, он тоже не может принять участие в постоянном здоровье. Он же собрал и отзывы иностранной прессы, которые публиковались в советских газетах. Самое интересное, что там есть и фрагменты газет стран ОСИ, то есть Германии, фашистских ее союзников. Ну, понятно, что они тщательно подбирались и в то время, это документарий, где давалось дань уважения и мужества и героизму советских полнах. Но, тем не менее, это интересный факт, что такую прессу цитировали во время войны советских газет. Это уникальный по-своему документ. Читать это очень интересно. А западным нашим, как сейчас принято, как партнерам было бы полезно, потому что сразу видно, какую позицию занимали их предшественники в прессе, тогда и какой они позорно участие занимают сейчас. Это две большие, как говорят в Одессе, разницы. Ну, и книжки «Великий отечественный плод» я приглашаю к разговору с Самченко Светланой Геннадьевной, которая у нас присутствует. Единственная представительница прекрасного пола, она, кстати, не единственная, помогала еще супруге Репенецкого, Александра Ивановича, ее книга, но присутствующая сейчас. Светлана Геннадьевна, скажите пару слов, как вызревала Ваша книга, о чем она и так далее. Понятно, что она о плоти того времени, но что самое интересное с Вашей точки зрения? Что самое интересное с Вашей точки зрения? Может, эта книга является результатом достаточно долгого исследования, которое начинали мы вместе с моим нападникам и соавтором, с моим левоборитом Гиллиным. Он завершил, я уже сказал, его в один ручку, он был занят другими. Почему она так называется? Ну, во-первых, за это название я хочу сказать огромное спасибо присутствующему здесь Александру Негоду. Первоначально была версия «Море войны, поколение победителей». Он придумал, может быть, чуть более пафосно, но зато более конкретно отражает стиль и суть этой книги. Здесь не будет глобального анализа театра боевой обстановки, здесь не будет каких-то, опять же, глобальных выводов. Книга представляет собой серию монографических почерков, географий кораблей, участников Великой Отечественной войны, естественно, на Советской Франции. Бытует представление у ряда читателей, которые интересуются историей военно-морского флота, что всю войну у нас флот практически ничего не делал, кроме оборонительных описодей и, возможно, редких писателей. Книга подробно рассказывает об участниках главных операций и достаточно конкретно показывает, что это было, может быть, не очень свойственным классическому представлению о тактике военного флота, но очень нужная, необходимая и действительно героическая война работа. Читатель встретится здесь с подробной биографией имптора Марат, у которого и до войны есть на что посмотреть. И вплоть до... Потом мы будем рассматривать разных представителей, разных флотов. Светлана, чуть-чуть поближе можете к микрофону? Ближе к микрофону хорошо есть, принято. Соответственно, персонажи книги – это от флагмана флота до торпедных катеров, участников десантных операций. Все очерки имеют сходную структуру. То есть сначала мы представляем корабль как техническую боевую единицу, на что он способен, что он может и в ТТХ, его история конструкции. Далее идет достаточно подробный рассказ об участии непосредственно в своих действиях. Цель каждого очерца – показать читателю, что такое отдельный боевой корабль, как участник войны. Война, как говорилось в известном художественном произведении, это не очень приятное дело, крови, дну, ржавом железе. Вот как делается подвиг, как создается само оружие слета, как формируется и воспитывается, что самое главное, экипаж. Есть 9 участников войны в этой книге. Спасибо, Светлана Геннадьевна, большое за Ваш рассказ. Крапив. Я хотел уточнить, Александр Иванович, Вы можете участвовать в нашем разговоре? Александр Иванович, Вы можете участвовать в нашем разговоре? Что случилось? Он не слышит нас? Он не слышит нас? Очень большая проблема со звуком. Он говорить может, нас не слышит. Я просто могу передать ему слово по телефону. Ну, тогда, во-первых, да, если возможно, передать его. Мы-то его слышим, но не можем понять, слышит ли он нас. Да, да, да. Да, попросите его подключиться к нашему разговору. Во-первых, нужно добавить, я думаю, пару слов о его книге. Павел Александрович подключается к Георгию Михайловичу. Хочу адресовать первый вопрос наше сегодня, уже непосредственно нашего вебинара. Хотя, еще раз говорю, вопрос-то повестки дня всего дня и политические в нашей стране. Но есть хоть какая-то капля вины Советского Союза в том, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Началась через некоторое время, собственно, Вторая мировая война. Хотя, считается, что она с этого момента и началась. Значит, вопрос поставлен категорично. Пойдем дедуктивным путем. Никакой капли вины нет. Сейчас доказываю. Первое. В 1938 году все переговоры с западными демократией были сорваны не по нашей виду. Они прислали до сциклицы переговоры без полномочий и не первопорядка. Не Молотов, как он нас вел с Риббентропом. А второе, чуть ли не остальные генералы. Второе. Пак Молота Риббентропа, как бы его не оценивали, это оттяжка войны на два года. Это два года. Трудно, ведь, в истории были соснодательные клонения, но в 1942 году картина была бы еще другая. Не получилось. Конечно, особенно либеральные историки сразу цепляются за секретные протоколы. Ну что, с точки зрения, может, общей человеческой морали, элемент бездразности. Но извините меня, а в истории дипломатии, а кто не заключал в секретных протоколах и всевозможных приложениях, как таковы? И вот сегодня интересно получилось, уважаемый Владимир Владимирович Путин как раз об этом сказал. Никакой иным изоименческий за Пак Молота Риббентропа не несет. Но он повторил, кстати, Владимир Владимирович, фразу 1948 года. Первая советская брошюра «70 страниц против фальсификаторов». Уже тогда четко и ясно сказали, никакой ответственности. А издали эту брошюру, 500 тысяч экземпляров. Это 1948 год, когда тут карточки отменяли. Каждая копейка на счету. Вот как все-таки... Ну, я той небольшой тайной у нас сейчас в числе слушателей Александр Владимирович Дубин, который в ближайшее время, мы надеемся, подготовит трех томных... Один том – это документ, который американцы там насобирали, в эту самую гнилую уже давно версию. А в ответ они получили тогда два тома от Иосифа Виссарионовича, о которых почему-то забыли. Надеюсь, что в ближайшее время мы освежим память всем, так сказать, с помощью нашего уважаемого друга и коллеги. А сейчас хотел бы уточнить. Репенец Кейсаванч, вы подключились к нам? По-прежнему не слышно? Я хочу сказать тогда... Да, может быть, Татьяна подключится к Иосифовичу, для того, чтобы помочь Кейсаванчу. Как просто присутствовать, так сказать, на наших мероприятиях. Я скажу свое мнение по поводу вот этих актуальных, что называется, событий. Я полностью согласен с еще одним нашим автором, а я это сегодня уже говорил, с Сахаром. Запад стремится переложить свою ответственность из-за приход Гитлера к власти, из-за последующих событий с развязыванием, так сказать, тем, фактически уже агрессивным действием в отношении к Австрии. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Меня слышно? Слышно. Да, видно, слышно. Я просто вас не слышу. Уже Георгий Михайлович рассказал о той книге, которую мы сегодня презентуем. И я хочу немножечко остановиться на фальсификации, историко-демографической фальсификации. Вот, к сожалению, вот эта вот известная пословица, поговорка, что гибель одного человека – трагедия, а миллионы – это статистика, она не оправдывается. Гибель миллионов – это тоже трагедия, величайшая трагедия страны. И то, что устраивается вокруг гибели людей, вокруг цены победы, вот эта вся фальсификация, она, конечно, вызывает самые чувства отвращения. Это же пляска на костях получается. Вот вы, наверное, все читали в изложении, безусловно, новую концепцию Второй мировой войны, которую разработал Пентагон. Понятно, что он повторяет все вот эти мифы о войне, и он пишет о том, что Пентагон заявляет о том, что, конечно, ведущая роль была у Соединенных Штатов Америки, о том, что в Европе главную роль играла Франция, и для подтверждения этого в том числе и даются цифры потерь, которые понесли Соединенные Штаты и Франция. Но о потере, которые понес Советский Союз, не говорится ни слова. И вот нас постоянно упрекают, что мы не даем истинную цифру потерь. В то же время, как только появляется такая политическая необходимость, наши потери преуменьшаются, преувеличиваются, их вообще игнорируют. И это, конечно, крайне-крайне печально. И историко-демографические потери, они, к сожалению, показывают цену победы. И вот, которые занимаются фальсификацией потерь численности и населения, и, прежде всего, Красной Армии, они же ничего нового не придумывают. Они идут по пути гебелевской пропаганды. Как Красная Армия, вернее, тогда начинает наступать. И какая пропаганда идёт в Германии о том, что на Германии движутся орды, советские орды движутся. Они чем берут? Чем побеждают цивилизованных немецких солдат? Своей численностью они заваливают трупами благородных немецких вояр. И вот это вот идёт повторение, буквальное повторение гебелевской пропаганды, чтобы показать, что советские военачальники не имели никакого таланта, не могли проводить военные операции. Чем доказать? Не блестящими же их победами над немецко-фашистскими войсками, а потерями, которые понесла Красная Армия. И фальсификаторы, прежде всего, небезызвестный Соколов, чем пользуются? Жонглированием цифрами. Совершенно неясно, откуда берутся эти цифры и приёмы какие. Немецкие статистические источники, да, это стопроцентные нервные источники. Советские – это фальсификация. Когда мы учитываем потери, когда Соколов, извините, учитывает потери немецких войск, он учитывает только тех, кто погиб на фронтах войны. У нас же он учитывает и санитарные потери. Не учитывает того, что 14 миллионов, 14 миллионов даже больше советских солдат вернулись на фронт после излечения в госпитале. Он их зачисляет в несвозвратные потери и так далее, и так далее. Так, извините меня, Татьяна Викторовна. Да. У нас такой интересный происходит формат, потому что человек не слышит. Спасибо, спасибо. Поэтому... Ну, и последний раз хочу сказать, что обо всём этом подробно написано в нашей книге. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Александр Иванович. Вот, ну, теперь мы можем предоставить слово Светлане Геннадьевне. Ваше мнение, есть какая-то вина Советского Союза в произошедшей трагедии? Хоть какая-то. Может быть, флот что-то не так сделал? Он единственный, который бы раздел, так сказать, океаны, просторы. Задел кого-нибудь или что-нибудь. Что могло произойти? Почему Советский Союз огульно обвиняется, хотя ничего не совершал? Не перед первым сентября 1939-го, не перед 22-м июня. Так, по крайней мере, насколько мы знаем. Или стычки какие-то были. Я вам могу сказать следующее. Вот знаете ли такую старую добрую поговорку устами ребёнка глаголит истинно? Когда мне довелось как-то раз отпускать этот вопрос со своими кадетами, одна 13-летняя девочка сказала очень точно. Конечно, есть наша вина. Разумеется, есть. Мы были против античеловеческой теории фашизма. Мы жили над другими правилами. Мы боролись за другие идеалы. Вот поэтому на нас и напали. Я думаю, что девочка была права. Что касается флота в начальном периоде войны. Стараниями Николая Кузнецова флот оказался наиболее боеготовым из числа вооружённых сил Советского Союза для того, чтобы встретить врага. И достойно ли его на первом этапе, скажем таким простым словом, обшить. Первые дни, самые первые дни при первых бомбёжках ни на Балтике, ни на Чёрном море больших потерь не было. Это уже о многом говорит. Есть такая официальная точка зрения, что 22 июня Кузнецов привёл в полную боеготовность военно-морские силы. Хотя, конечно, рисковал, потому что если бы враг не напал, его могли обвинять чуть ли не в провоцировании фашистов. Но есть и другое мнение, что на самом деле он уже привёл в состояние повышенной боеготовности за несколько дней до возможного нападения фашистов. Александр, то, что приказ о повышенной боевой готовности прошёл раньше фактического нападения, это факт. В частности, 20 числа начался отзыв отпускников во вольнительных берега. К сожалению, в отличие от флота, армия не была в той степени готова. Хотя, конечно, все ожидали нападения, оно не было неожиданным, оно было внезапным. Так вот сейчас все понимали, что такая беда надвигается с этой коронавирусной инфекцией. Но понятно, что в любом случае любая беда становится внезапной. И, конечно, в некоторых элементах была растерянность и были ошибки, допущенные, которые мы можем сейчас перейти во второй части нашего разговора. Все-таки, 22 июня 41-го, последующие дни, правильная ли была тактика и стратегия? Или были допущены действительно очень грубые ошибки, которые обернулись тяжёлыми последствиями? Можно ли было действовать как-то иначе? Ну, не так, конечно, как говорят те, кто как раз фальсифицирует историю, что Советский Союз чуть ли не сам собирался напасть. Но какие-то возможности и какие-то сценарии могли быть для того, чтобы не допустить такого тяжёлого поражения, как случилось особенно в Белоруссии. Когда, по сути дела, весь округ был за несколько суток окружён и, по сути дела, уничтожен, как боевая единица. Георгий Михайлович, вы как считаете? Хотя я понимаю, что вы историк, а не военный, но тем не менее. Я вообще-то в 30 лет погон относил у нас за плечами военно-политической академии «Милленин». Так что я немножко поговорю о другом категории. Военные историки давно уже установили, историко-займающий государство, патриотическую позицию. Причина этой страшной трагедии 22 июня. Вот начинается сейчас у нас у публицистов. Сталин виноват, не виноват. Ну что за постановка вопроса? Ну давайте так. Сталин диктатор накануне войны. Конечно, виноват. Командиры полка за командира батальона наказывают. Наказывают за его ошибки. Но это же постановка вопроса прямолинейная. Здесь всё намного сложнее. По-другому 22 июня не могло бы, скорее всего, пойти. Вот смотрите. Первая причина. Кто на нас напал? Третий рейх. Вместе с оккупированными областями он нас превосходил в экономическом развитии. Более чем два раза электроэнергия, уголь, металлорезонки почти в три раза. Но это ещё не самое главное. Смотрите. В руки нацистов попали 92 французских дивизии, 22 бельгийских, 18 голландских, 12 ангийских, 6 норвезских, 30 чехословацких. Со всем вооружением. Второе. У немецких войск был почти двухлетний опыт победоносного марша по Европе. Все западные демократии, увы, особое сопротивление оказали. Соответственно, морально-психологическое состояние солдата вермахта прекрасное. Дольче зальдат им дольче пиццера, будто что марширует. Пока что будто что марширует. Правда, их марш по Европе-то 100 тысяч безвозвратных потерь. А у нас первое, что мы в своих книгах пишем, три недели, 102 тысячи потеряли. Гальдер Астраха написал в своём дневнике. Куда мы попали, что-то идёт не так. Ну, это примерно. Теперь немножко послаждения. Третья причина. Хотим мы не хотим. Поражением этого страшного 22 июня и дальше способствовала амбиция Сталина неуныне прислушаться к подчинённым. У него одна идея. Любой ценой это двинку, всё понятно. Но данные разведки абсолютно игнорируются. Хрестоматий, например, Зорги, перебежчик за два часа до начала войны. Провокация. На провокацию не поддаваться. В итоге, хотим и не хотим, но советские войска вовремя не были развернуты. Территория по фронту 4500 километров. 400 километров в глубину и никаких вторых и третьих эшелонов. Карбышев предлагает, в вечную память, перенести шепетовки укрепрайоны вперёд в сторону запад, где Павлов командуют. Но не слушаются. Да и не скейбутер, скорее всего. У немцев ударные кулаки. Знаменитые три группы армий и танковые ударные кулаки. Четвёртая причина. Я стараюсь эти причины разложить так, как сейчас наши военные историки концептуально смотрят. Ну, не по значимости, конечно, но по каким-то приоритетам. Хотим и не хотим, но Сталин повинен в репрессии. В 1936-1939 год из армии уволено 42 тысячи офицеров. 42 тысячи офицеров. Развертывание. Некомплект командиров. У Ивана Средняка прекрасно описано. Пацан, лейтенант, приезжает, какой злот прикажешь принять? Да нет, говорит, роту примешь. А что такое? Да вчера особисты расстреляли командира роты. Это реальность, она художество, это реальность. И тут никакой ответственность снимать нельзя. И, наконец, вот это, если бы, та пятилетка, 1942 год. В Тесильском осношении, конечно, не успели, как таковые. У нас, в конце концов, мех соединения, золотая места расстреляния Духачевского, глубин операции, только-только формировали. Неуглиптованная техника. И смотрите, вот вы про Западный фронтный фронт, правильно сказал? Про Едя Павлова. Кстати, реабилитирован тоже, прострелил всего военного совета. Но, посмотрите, на юго-западный фронт, как они здорово держались. Ну, там, можно сказать, что румыны, конечно, с немцами шли. Румын, да, всегда было слабое звено. И, тем не менее, Брестская крепость, это Западный фронт, как таковой. Я к чему? Можно эти причины трактовать по-разному. Сейчас либералы вы в ладоши захлопали, а Сталин, Сталин. Но история состоялась. И примитие в прошлое время остановилось. Вот какие бы эмоции она ни вызывала, это наша история. И помнить надо об этих пяти факторах, пяти, допустим, факторах. Из них две серьезные ошибки Сталина с одной стороны. Но помнить и другое. Все-таки как-то не пытаются, сейчас либералы говорят, не надо на Сталина вешать всех шабах. Ушел в прострацию, запил, уехал на дачу. Почитайте элементарный документ. Его не подделаешь тысячу раз опубликован, начиная с 1991 года. Журнал секториата Сталина. Посещение и рабочий стоячий. По скребушеву. Аппарат ввел по скребушеву. Журнал Сталина. С пяти утра до двадцати четырех, до двух. Сон два часа. Вот этот документ никуда не денешься. А оценят в этой ситуации личное субъективное обетение фактор. Это уже совсем другая проблема. Вот, пожалуй, так и сказать. Понятно, Георгий Михайлович. Я думаю, что одна инсинуация у классификаторов мешает другую. Но если Советский Союз развязывал Вторую мировую войну, то что же он не влез в нее, так сказать, по уши тогда уже, в сентябре 1939 года? Если он якобы чуть ли не союзник Гитлера, да? Ну, это все неправда. Ну, и правильно сказал наш президент, тоже на кого-на кого напал 22 июня 1941 года. Совершенно очевидно, что это сделала фашистская Германия. Что касается, вот правильно здесь нам подсказали, в вопросах, которые нам уже начали задавать, как раз Советский Союз Сталин, какие бы он ошибки ни совершал, делал все возможное и невозможное, как, наверное, любой здравомыслящий руководитель бы делал на его месте, чтобы по возможности оттянуть, а если возможно, избежать вообще участия в мировой войне. К сожалению, это было невозможно, потому что нацистская Германия управляла, действительно, как тогда говорили, но так оно и было, бесноватый абсолютно фурор, который пошел на авантюру войны фактически на два фронта, хотя второй фронт явно не спешили открывать. Но почему, в чем здесь мудрость, здесь правильно подсказали. Ведь нельзя забывать, что не только был пакт между СССР и Германией, но и, если не ошибаюсь, 13 апреля 1941 года, пакт о ненападении с Японии был заключен. А здесь для развязывания какой? Третьей мировой войны, что ли? Зачем этот пакт агрессору, так сказать, в кавычках? То есть явно, как говорят, путаются люди показания. Что касается начального периода, он действительно трагичен. Но и там были шансы определенные. Здесь говорят, что есть вина, так сказать, только руководству или только Сталина, тоже не приходится. Вы правильно сказали, Юго-Западный фронт. Именно там, под Дубной, была у нас довольно внушительная группировка танковых механизированных корпусов. И была возможность лезть-то загнать в мешок. Но, к сожалению, о чем забывают инсинуаторы, и, к сожалению, по счастью, что забывают, даже не знаю, как сказать, они не обладали военным опытом, боевым опытом. Водились разрозненно. Фашисты уничтожали эти механизированные корпуса по очереди, фактически, заманивая эту Дубну. А если бы они действовали так, как они же действовали, но в конце войны, сплоченным, единым, так сказать, ударом, кулаком, то неизвестно, как развивались бы события. Это я к тому говорю, что определенные шансы были. И страна была готова к войне. Было много, как раз то, что перечисляются там танки, самолеты. Это свидетельство того, что страна к войне готовилась, конечно. Как бы, может быть, это и не хотелось, но готовилась ей. Если завтра война, если завтра в поход, как тогда говорили, и пели. Но так получилось. По целому ряду обстоятельств, субъективных, действительно, о чем вы говорили, Дмитрий Михайлович, объективных не получилось. Поэтому получилось неудачно. Но, кстати, о роли субъективного фактора, еще раз я обращусь к Светлане Геннадьевне. Неужели сухопутным войскам действительно не хватило такого человека, как адмирал Кузнецов? Или все-таки флоту было проще? Он как-то сам по себе. Как кошки сами по себе, так и моряки. Ну, в хорошем, конечно, смысле. Как вы считаете? Или действительно фактор Кузнецова сыграл очень положительную для флота роль? Именно Кузнецова. Или так сделал Голебой? Ну, во-первых, вы немножко здесь передернули, Александр. И мне кажется, что передернули сознатель. Не так ли? Ну, я отвечу на ваш вопрос. Ну, если бы я вообще не передернул, то не было в дискуссии. Мы все эти намышленники, это понятно. Прошу, пожалуйста. Слушаем вас. Николай Николаевич, в подготовке флота. Но дело в том, что один адмирал, один командующий, даже один нарком обороны ничего сделать никогда не может. Строительство флота – это дело всей державы в целом. Если боеготовые эскадры, боеготовая часть состава встретила войну вполне адекватно с стараниями Кузнецова, то кораблестроительные программы, которые принимались у нас с 29-го года с постоянными коррекциями, постоянными улучшениями и постоянными дополнениями, вплоть до 1936-го, выполнены не были. Мы не увидели в строю полного количества миноносцев 7-й и 7-й уферии. Мы не увидели в строю полного количества запланированных крейсеров 26-26 бит, кстати, к их числу принадлежит и флагман Киров, о котором в книге целая глава. Мы не увидели, опять же, ни тяжелых крейсеров типа Кронштадт, ни Советских Союзов, всех-всех больших и страшных, которых очень любят гонять современные школьники по компьютерному экрану в виртуальном виде, во всяких страшных стратегических играх, которые сейчас популярны. То есть Советский Союз подошел к 22 июну 1941 года с невыполненной кораблестроительной программой. Что касается кадровых репрессий, они флот затронули очень хорошо. На моменте, когда вступил в должность командующий Северным флотом Голобко, он был третьим назначенным на эту эскадру адмиралом за год. Это уже о многом говорит, согласитесь? Практически полностью был вычищен старый офицерский состав либо в отставку, а кое-кто и в тюрьму, и в подрастрел. Было очень много доносов, например, на Галлера, которая роль свелась с консультативной. То есть тут тоже были свои сложности, и нельзя сказать, что вот Кузнецов сказал, флот сделал. Нет, нельзя, конечно. Здесь была своя трагедия, отступление, Таллинский переход. Рекомендую в книге посмотреть главу, посвященную книжной описанию Кривиста России. Ну это, наверное, с одной стороны, трагедия, а же будет, наверное, большой подвиг плотный, это знаменитый Таллинский поход. Вас немножко плохо слышно. Плохо или резонански? Громче говори. Надо, чтобы остальные отключили. У кого-то это, я думал... Не пойму, кому-то. Ну, серная помеха, спасибо, Александр. Да, по поводу Таллинского похода, два слова можете сказать? Это ведь и подвиг был, не только Кашмон. Да. Вас интересует статистика или ход перехода самого? Ну, оценка ваша точнее. Я бы не сказал, что статистика. Сейчас в двух словах же вы все равно ими приведете. Статистику там уточняют по всей день. Причем она гуляет в разных источниках, в том числе официальные. От 9 тысяч народу до 20 тысяч. Что касается самой супероперации. Эвакуация города, безусловно, была нужна. И кроме флота ее никто не мог сделать. Как она была организована непосредственно в тактическом плане, ордер строя, порядок выхода из города, до этого за двое-трое суток, порядок погрузки сначала мирного населения, потом войск. Здесь, конечно, безусловно, были огромные ошибки. И они, в конечном итоге, к потере и привели. Но эта операция была, во-первых, необходимой. Во-вторых, так как она была сделана, так это еще мало потеряли, честно скажем. Потому что условия располагали к полному разгрому, на самом деле. Не держа в этой зоне Балтийского моря никаких сверхсерьезных сил. Там не было, например, того же Санкфорса страшного. Там не было крейсеров типа дожденных линзов в немецких. Там не было линкоров. Там не было каких-то ударных огромных сил, способных вырезать эскадренный бой фактически с водной группы эвакуантов. Но зато там были подводные лодки. Там было массовое, неконтролируемое минирование. В том числе и минирование нейтральных зон и зон, запрещенных минирования международными законами. Там был катастрофический недостаток тройных сил. У советского флота. И там было специфическое состояние города, когда при разрешении к погрузке двух слов человек получаешь наоборот в этом флоте. Понятно. К сожалению, война это ужас и трагедия в любом случае. И без жертв она не отходится. Но именно как раз жертвы... Основной массой жертв еще не удалось избежать. Как ни странно. Те, кто там умел выбивать, не выбил. Ну, я хочу вернуться к нашему разговору. У нас есть еще одна тема. Как раз она пересекается с тем, о чем вы говорили. Можно ли было меньшим числом взять? Ну, как раз на примере того же Таллинского похода. Что, надо было меньше людей брать на борт и эвакуировать? То есть, много явно спекуляций на этот счет. По отдельным, конечно, сражениям, операциям можно говорить о недостатках как на море, так и на суши. Но в целом, я переключаюсь. Дерри Михайлович, к сожалению, Альса Аванчев по известным техническим причинам военный демограф не может нам сказать. Но мы слышали его точки зрения о том, что это инсинуации брать наиболее потрепанную дивизию и перемножать ее, так сказать, на количество дивизий и подавать это за реальные потери. А ваше точку зрения, можно ли было меньшим числом жертв убедить фашистов, нацистов? Это очень сильный, очень лютый враг, который вел истребительную войну, не считаясь ни с чем. Ну, здесь, вот, Александрович, уже наш концепт сказал, она изложена в нашей книге. В общем, говорить о потере, да хоть они бы в 10 раз были меньше, но говорить бы, что это много. На чем так? Они страшные цифры, сами по себе. Но с другой стороны, опять же, начинается кляски на костях, жонглирование. Вот, Жуков не жалел, солдат бросал чуть ли там не дивизии на съедение волкам и прочее. А ведь у Жукова, я читал приказы, постреливые на союзе, я жестко говорил, буду спрашивать за каждую необоснованную потерю, как таковой. Так что никакого людоеста не было. Другое дело, что военно целесообразно, но, например, знаменитый корпус Шубникова. Если говорить современным языком, это оперативно-маневренная группа. Да, ее пустили, как любят либералы, на съедение. Ее пустили как маневренную группу, что отвлечь основные силы. И выхода не было. А шестнадцать армия Рокоссовского, которая стояла в центре при обороне Москвы. Главный удар на нее подольские курсанты. Жуков им говорит, ребята, продержись три часа, они держались три дня, трое суток. О чем говорить? Трудно сказать, что было бы, если бы задним умом все мы умны. Историки вообще не любят сослагать наклонения. Опять же момент. Конечно, были ли неоправны потери? Ну, сейчас дистанции времени можно смотреть. Были. А поставь себя на место любого командарма. Тем более командующим фронтом. А у него резервов нет. И единственное, до последнего, солдаты держимся. Нет. Не было бы. И был бы тут Сталин, тот другой. Это такие химеры. Есть там сейчас любители альтернативной истории, построения моделей. Бессмысленно. Эти были жертвы. Можно в индивидуальном любом случае найти какие-то ошибки, где-то неоправданные. И в публицистике, и в песнях это есть. Любимая проблема штрафных батальонов, но мы их тоже уделили внимание. Мое мнение, как Александр Иванович. Ляски на костях не умят. Согласен с вами. Что я хочу сказать. В принципе, я уже обозначил свою позицию. Но можно по отдельным. Больше всего вопросов, собственно, по финальному аккорду Великой Отечественной войны. Берлинской операции. Но дело в том, что рассуждать через десятилетия, уже зная, где какие войска находились и в каком они были состоянии, это совершенно не то, что было в тот момент, когда совершенно не было никаких сведений, какими еще силами располагала гитлеровская Германия, даже в апреле-марте 1945 года. А синие эти были внушительны. Другое дело, что, конечно, вы говорите, не должно быть интернативной истории, конечно, не должно быть, но, конечно, желание, так сказать, переиграть и посмотреть, подумать, во крайней мере, что могло бы быть, если бы было не только у нас, но и у маршала победа. Вот маршал Чуйков, он считает, что настоящая ошибка была допущена как раз в конце войны. И надо было не останавливаться на Одере в начале февраля, а двигаться дальше танком Катухова, Богданова и его пехоты. И что группировка Гинлера, явно ее масштабы и возможности были преувеличены. Но и маршалы, уважаемые, герой Сталинграда, но в то время не мог бы поручиться, что те силы действительно недостаточно мощные, чтобы отрезать коммуникацию. А Сталин прекрасно помнил, чем обернулось подобное действие Кухачевского, пусть и его противники политические. Когда он рвался на Варшаву и, кстати, оказался отрезан. Конечно, он не хотел и не мог допустить повторения того, что случилось тогда. Ну и поэтому два месяца наши войска зачищали фланги в Силезе и Померане. Это дало возможность гитлеровцам подтянуть оставшиеся у них силы и создать мощный рубеж обороны, прежде чем на Зиэловских высотах. Но, еще раз говорю, все эти выстраивания умозрительные мы делаем спустя годы и даже десятилетия. А в то время такой возможности не было. Нельзя было допустить ошибки. Цена ошибки была слишком высока. И так уже были большие-большие потери. Ну а что касается в целом, то это вообще, как можно сравнивать происходящие события в Первой мировой войне или во Второй мировой войне. Нацистская теория, она человеком ненавидченская. Она выполняла скрупулезной точностью. По отношению к пленным, по отношению, прежде всего, к коммунистам, офицерам, в коих они не брали плен. И Женевская конвенция никакой роли не сыграла. Они своих идейных и расовых противников, то есть коммунистов, лиц еврейской национальности, выводили за скобки любых конвенций. Тем более, что сама Германия ее подписала, и она в любом случае должна была соблюдать. Но этого не было. Поэтому сравнивать количество убитых в двух сторон, по-моему, крайне некорректно. Если вообще можно говорить о какой-либо корректности в данном случае. Ну а в заключении нашего разговора я хотел бы обратиться к вопросам. Тут в частности спросили, полито Георгий Николаевич ответил насчет Брестской крепости. Ну, надо, наверное, ответить, а почему так получилось, что она была в притык расположена? Ну, очевидно, потому что, какова была договоренность при разведении войск. Не сами же обитатели Брестской крепости определяли, где будут проходить границы. И что она окажется в притык практически крепостным стенам. Что вы скажете, Георгий Михайлович? И надо было ее заранее покинуть. Да, так сказать, вы уже ответили на мой вопрос. Это действительно последствия, как его называли, советской стереографии, освободительной подхода. Выполнение факта Молота-Риббентропа. Ну, другой возможности у наших бойцов и не было. Они стояли там насмерть, поэтому. Не пускали врага в течение длительного времени. Стояли просто стеной. Крепче, чем сами стены Брестской крепости. В заключение я хочу еще раз сказать всем большое спасибо. Как участникам сегодняшнего вебинара. Так и в целом авторам. И обязательно упомянуть, как Сталин упоминал, рядовых войны. Рядовых книгоизданий. Я имею ввиду дизайнеров, верстальщиков. Дизайнера, прежде всего, Наталья Рожко, которая делала прекрасные обложки для книг, которые мы с вами. В ближайшее время, я надеюсь, когда закончится эта история с коронавирусом и заработают типографию, уже получим бумажную книгу. И, естественно, не могу не поблагодарить Наталья Николаевича Кистюка, директора издательства «Грегмедиа», за поддержку такого прекрасного, я считаю, патриотического проекта, как серия книг «Страница Великой Победы». Ну и большое спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто подсоединился. Если будет возможность, мы письменно ответим на все вопросы, которые здесь были в процессе, задаваясь, если еще не что. Большое спасибо, Григорий Михайловичу, что вы успевали давать ответ. Еще раз всех с праздником, с днем Победы! Спасибо. До свидания. До встречи. Продолжение следует...